Мистер Рейсер и сегодня у нас будет первая серия по Forza Horizon 4 у нас такая знаете уступительная серия это будет наверно серия даже будет серия серий ну как-то странно звучит но все равно серия серии по x у нас влез по тому как будто мы стритрейсеры но у нас как бы нет денег на машину да игра сразу она будет лагать это просто адовый кусок игры тут можно еще никак не решить чтобы еще она не крашилась да ну у всех говорим сразу большинство фризе да это просто вот не знаю вечные лаги forza за это у меня и бесит forza играть в нее долго невозможно так давайте сначала выберем машину у нас есть бюджет 50 тысяч нам нужно выбрать какую-нибудь машинку ой да лагает машинку ну не знаю за тысяч 25 так у нас есть 22 мили 2 миллиона 55 тысяч ста одна монетка вычитаем 50 тысяч у нас получается 2 миллиона пять тысяч триста одна монетка должна остаться ну давайте посмотрим сначала чем есть гаражи абарт 94 30 130 так чуть интересненько вот у нас есть здесь не знаю дай то на ней много фиэрэкс 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 ну не знаю вот и святая кобрая в принципе что нибудь такое с 2к тоже цикс цик цирэкс 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 че нибудь интересненько еще есть тут мекс 5 кстати рэкс 7 в принципе она как для дрифта но это там не сену подарили она уже просто в каком то дичайшим тюнь Ну, не знаю, не знаю. Ладно, давайте возьмем RX-7 за 30 тысяч. Ну, она, вычитаем 30 тысяч, и она остается, получается, 20 тысяч. Ну, получается, нам нужно, чтобы у нас было... Ну, у нас, так как деньги у нас не изменятся, нам нужно, чтобы у нас осталось 35 тысяч. Так, ну, вот ее нам сейчас показали. В принципе, выглядит она прикольно. Так, давайте начнем с тюна. Не знаю, резину зимнюю не хочу. Сколько вот чопа в внедорожной резине? Став для уличных гонок, кстати. Ну, не знаю, зимняя... Чё-то внедорожной нету, а внедорожная сменилась на зимнюю. Ну, не знаю, десятку отдавать. Ну, ладно. Кстати, вот это я не видела ни на одной машине. С 300 монет. Так, чё по тюну внешнему? Ну, он вообще копейки стоит, может, что-нибудь подобрать. Не знаю. Конечно, у Мазды всегда чё-нибудь есть. Ну, возьмем какой-нибудь такой. Ну, это вообще... Ладно, поставим, знаете, у нас странный стритрейсер. Стритрейсер. Поэтому... Так, уже 700. Чё, кстати, турбину можно поставить? Да, можно, ладно, давайте поставим. Да, это очень странно. Мы 2500 потратили. Так, чё по тормозам? Ладно, тормоза тоже поставим. Подвеску не будем пока что. Облегчение. Небольшое. Так, движок. Давайте. Так, что? Ротор. Ну, за 3000 нам нормально. Так, у нас десяточка уже. Ну, не знаю. Так. Выхлоп. Он тоже нормально даст. Так, ну и давайте теперь управление, да, ещё чуть подкачаем. Каркас, кстати, сколько стоит? Ладно, не будем. Ну и... Чё по... 2400. Ну, короче, вот так. За 200 что-нибудь есть. 700. Ладно. У нас получается вот такой вот конфиг. Ну, где-то 500 лошадок. Чуть больше. А 794 индекс. Так. Ну, давайте, может, внешний вид я сделаю. Я вот всегда... А, вот где можно красить. А то я всегда... Особо не лазил сюда. Ну, давайте. Задний бампер. Да хотя бы она нет. Это не для меня. Я не умею... Это делать. Погнали, лучше её протестим. Сейчас давайте я... Вручную коробочку сюда... Вткнула, а то я на автомате ездила. Так. Это, по-моему, сюда... Да. Ну, то, что настройки кому нужны. А, ну, давайте ещё полную деформацию врубим. Ну, давайте перемоточку тоже отрубим, потому что всё-таки... Ох, аж 100% кредитов нам дают теперь. Ну, выглядит она так. Прикольненько. Ещё в синем свете таком. Ну, я пока не полный тапок буду давить. Ну, я опять не полный тапок бегом. Вот сейчас только полный. Ну-у-у-у-у! О-оу! Нормально. Ох, в рассечку. У меня даже спидометра не хватает. Тахометра. Спидометра. Так, ладно. Куда нам ехать? А, точнее, я уже забыл. Как там? Вот как. Карта и так открывается. Ладно, погнали. Ага. Ну, куда? Ну, погнали, я не знаю, на кольцевую, что ли? Или что? Или сразу сюда? Не, не знаю. Ладно, не, давайте, я, знаете, что сделаю? Отключу. Сложность поменьше сделаю. Всё-таки я не играла на ручку. Ой, ты где ничего творишь? Ну, выглядит ну так, прикольно. Ну, едет тоже, скажем, знатно. Уже 200 набрали. Вон на пятое аж мы её закладываем. Сейчас, ну и тест максималочки пойдёт. и нам бы свернуть. А, ну, он там сейчас свернул. Ой, ну да, началось. Не прогруза. Ну, это да, это форза. Так, уже, блин, порядка 30-300 километров было. Куда? Звуки Windows XP. Так, это опять скоростная зона. Может, в принципе, проехать. Упс, улетели чутка. Так. Ну, говорю, выглядит прикольненько. Даже на втором наваливает смачно-то как. Ну, правда, вот тут старт такой, знаете. Не айс. Мы выбираем погнали. Ну, не знаю, что-то вот с форзой после, после недавнего патча у меня только хуже стало. Допустим, здесь у меня было всегда 60 FPS в загрузках, а сейчас 40, где-то вот так. То есть, ну, не очень. Ну, да, конечно, подвиги вот это, да. Да. Погнали. Музон. Так, погнали. Нам бы не ушатать машинку-то нашу. Ты че творишь? Смачно. Сказал я не ушатать машинку. Ну, это единственный выход выиграть. Пожалуй, форзе чинить машину за деньги нельзя. Ух ты! Как и в подъем-то шлифует знатненько. Так, мы, значит, держимся за сливой. Переключаемся на третью. Так, уже на четвертую. Тормозим. На третьей. Едем, едем, едем за сливой. На четвертый спуск. Нормально преодолеваем. Тут уже асфальт чистенький. В отсечку подолбились. Слива тормозит. Мы врезаемся. Включаем первую. Валим. Мы обогнали всех. Я стандартен. В котором больше мощи. Так, я чувствую уже занос подкористов. Вот реально, тут чувствуется. Снег прямо уж такое дает. Но заодно как бы энергии придает. Прикольнее. Что там снаружи-то у нас? Ну да, бочина вся. Придется нашему стритрейсеру чинить тачечку. Так, переключаемся на первую. Валим. Так, 350 Z сидит у нас на хвосте. Нам нужно от него отделаться. Мы проехали чистенько поворот. Датчик турбины нам показывает, что турбинка у нас трудится. так, переключаемся на третью. Долбимся в отсечечку. У РХ всего лишь 180 км в час размечен спидометр. Чего-то маловато. Да, форза. Ладно, не крашусь. Так, нам пытается обогнать Астон Мартин, но я ему не дала. Мы отлично приезжаем на наше РХ. Вот наше время. Дай минут 47 секунд. Мы отжимаемся. Получаем достаточно много денег. 18 тысяч. Вот запомните, у нас есть сейчас 18 тысяч. Мы повысили уровень. Сейчас наверняка виллспин будет. Виллспин, я не знаю, давайте считать. Чего? Ну, машину нам подарят 0,2 будет отлично. Тут так редко машина сыпется. Может, пересядем. Ну, вот, варежки. Угу. Так. Давайте посмотрим, она с шестой растартанет. Слышите этот звук. звук. это за звук? Звук. Вот эти такие стучащие. Звук, будто пушка заряжается, Поехали на бездорожье. Она на шестой едет. Звук вообще четкий. Все, давайте не будем мучить. Так, ладно. звук хороший. Так, ладно, что нам хочу начать ленку. Погнали, нам командно построю маршрут. Я понял. По бездорожью. Окей. Тут, широкая дорога. Главное, чтобы не было никого здесь. Упс. В резике. как мы наваливаем-то. Опа, дрифт-зона. На третьем. Не успел вовремя. Так. еще фризит неудобно, понимаете. Ой, фризит, капец. Невозможно. Ой, все. О, минус форза и минус ПК. Так, ладно. Давайте тогда, временно я отлучусь. Ты что тарахтишь? Временно я отлучусь. Я запомню эту гонку. Так, нет, не так. Ага, пока игра не крашится. Вот, запомню эту гоночку. Вот она у нас уже начата. И мы сейчас быстренько продолжим. Так, ну вот, я приехал. у нас вот спринт 10,3 километра. погнали. чё, на нашей RX-е-то мы готовы. Так, прогружается игра у нас. Ну, по графике, кстати, тут более-менее всё нормально. Так, вот, погнали. Зима, кстати, наступила недавно, поэтому может быть, ещё видос будет зимний. погнали. Так, сзади на Скайлик. Спереди RX-а, Скайлик, ещё один только R32. Упс. Да. Всё, надо начинать заново. То меня размотало, и я улетел. Так, ну, опять такой же расклад автомобилей, но, конечно, Форс так и не перестала фризить, даже я ПК перегрузил. То есть, ну, это, короче, сразу говорю, настройки, я даже я до этого даже играла с более высокими настройками, меня ничего вообще не фризило. Ну, я говорю это разраблую, надеюсь, они это исправят. Но я всё равно скоро хочу себе 4 гига оперативочки докупить и в двух канал поставить. Заодно посмотрим, что изменится. То есть, лучше станет или нет? Должно быть, лучше, но хуже вряд ли точно станет. Особенно объем оперативочки добавится. Игра сама живет больше, чем 8 гигов. А ещё у меня трёхгиговая 1060. так, я ещё умудряюсь разваливать. Там что-то понятно. Слюв кого-то врезался. Точнее, даже не смотрю, а чувствую. Так, едем хорошечно. Ну, выглядит она сзади прикольно, мне нравится. Прям как какой-то дрифткор, знаете, дрифткорч, знаете, все буквы поменены местами. Так, это берет форза. Ох, о, нормально. Ну, что, этот дрифт можно и лайк поставить, если вы это ещё не сделали. Ну, туда. Так, летели. Ох, как хорошо. Смачно. Тихо, тихо, тихо. Резина у нас такая нецепкая. Лотус на хвосте. О, снежок. лицензия на отжиг. Скажем, в чате. Хотя тут драйватары, то есть боты, всё равно. так, там на хвосте у нас уже сидят. В принципе, сейчас есть гоночка Колососа, она называется. Ну, это как Голиаф, что ли, поменьше только. Ну, в плане другая трасса, но длинная поменьше, чем Голиаф, то есть не такая, как все. ну да, шлифует она, конечно, жестко. Особенно снегу. Хорошо как рифтим. Ну да, заранее извинюсь за фрезы, но это икра. То есть да, чтобы форзенфризу нужно иметь просто жесткий. Главное, в песта он четкий, 60. так, тут уже прямая, снег прикольный, вся дорога в снегу. 250 наваливаем. Главное не улететь. Так, нормально. Хорошо. Приехали. Так, теперь что можно сделать? можно в принципе брать какую-нибудь другую тачку, знаете, для Уфрода. У нас уже, ух ты, какая большая гоночка-то. Так, у нас уже было 18 тысяч. Сейчас мы прибавляем эти 27. 45 кусков у нас есть. 45. В принципе, мы можем апгрейдить Рексу. в принципе, ну, не знаю. Вот это мы проехали, кстати, нехило. Так, ну погнали вот эту гоночку. Спринт в озерном краю. Узерно прикольное. Может, потом будут гонять, когда-нибудь подриттить. Сейчас давайте заваливаемся. Не, не получилось. О! Ну, не Рекс, конечно, это азиатская, блин, дрифта. Конечно, смачно. Вот это, кстати, кадры из демки. Наверняка их все видели. Водопад замерзший, кстати. А, я здесь уже был. Погнали, кстати, соберем. Сейчас бы наявилось ли я по бездороже гонять. Да, прикольно, конечно, зимой гонять. Я вот очень угоняла. Ну, как-то, знаете, вот между летом очень особо разницы нет по контролю. Вот между весной есть, потому что все-таки грязь там. Так, погнали. Да. Да, погнали. Так, по-моему, какая-то особая серия RX-7. Потому что я знаю, много RX-7 есть. Блин, очень мне хочется поиграть, знаете, в Гран-туризм или вот в Форзу Моторспорт 4. Почему вот в Форзу Моторспорт 4? Потому что там есть очень много таких, знаете, городских тачек. Вот реально, которые у нас, есть кесси, всякие микро, они очень прикольные. А в Паральзе их нет. И я думаю, их вряд ли добавят. Ну, не знаю, почему, людям не нравятся медленные машинки. А мне нравится. А почему в Гран-туризме допустим даже 5-6, там просто куча всяких вариаций машин. Типа RX-7 даже на PSP. Кто играл, тот поймет. Там что за звуки эти пердящие, это что? Это Геттера? Ладно. Или там Узло. Ну вот. Опа. Skylik R-34, ой, R-33 или какой? Да, R-33. Ну вот. Там очень много вариаций вот этих Skylik есть GTR, есть обычный GT, есть всякие там то есть вот это мне нравится. Но их тоже особо много не разрешает. Уй, ё, тихо. Я влетел в камень и так как у меня перемотки нету, я погнал чувак на 33 Геттере. Сейчас забываю переключиться, еще непривычно. Сейчас хорошо так Ай, развернула. Ох, асфальтик так как хорошо. Ну, люблю с видом лавка куда-то исчезла. Люблю с видом из салона гонять. Ну, сейчас решил выйти, чтобы тоже подрифтить, там повидеть. Так, на третью давайте. Нужно где-то срезать или как-то вот так вот как сейчас. О, хорошо, может догнали. Ох, снег пошел. Люблю от первого лица, потому что так вот какой-то экстрим есть, когда-то на первом лице, опа, он прям перед финишем он, на первом месте, чтобы не просто ехать, знаете, а там еще нормально дрифтить как-нибудь, жить. Да, без перемотки я особо на заднепривных тачках не ездила. Так, у нас уже еще 20 тысяч. Так, 65 тысяч у нас. Еще нам дудку дали и 78 левел, отлично. Наш Рыкса разваливает всех. Ну, давайте. Давайте нам бездорожную машину. Вот сейчас если нам выпадет машина, мы, может, делаем из нее. Ну, ладно. выбора нет. Сказал, ляпнул, придется. Ну, погнали. Что, домой? Вот это, кстати, гонка. Ну, погнали, я не знаю, в этот дом, что ли? Или в какой? Не, погнали все-таки вот сюда. Он поближе. гонка. 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 Попробуем сначала как обычный гражданский поездить. Ну, на RX-7, знаете, это всё палится. Это не у меня, это в музле. Всё, давайте. Мы, короче, разбушевались. Нам залили нормальный бензин. Топливный насос прочистился от старого бензина. А, я думаю, я почему-то пошёл в дрифт. Хотя я люблю дрифтить. Наверное, поэтому... О, как опасно. Ох, как хорошо там. Дрифтить я умею. Главное, я все стабилизаторы отключаю. Вот у меня такая тактика. Я даже чувствую машину официально. Как она реально должна ехать. Ну, не официально, а реально. Вот у меня такая точка зрения. Машины, они все разные. И вот надо чувствовать машину. Чем она отличается? Когда ты едешь стабилизацией, они все едут отлично, не дрифтят и всё такое. А надо прочувствовать машину. Нужно чувствовать задний привод её мощности. Да, Форд за 5 начал лагать. Бесит. Хочется взять. Блин, я не знаю, выкид. Ой, ёба, влетели. Чекайте, я тут бублик сейчас сделаю. Блин, эти лаги. Бесит просто. Вы не представляете как. Не понимаю, вот из чего. У кого-нибудь есть, может, решение, я не знаю. Со второй. Так, нормально. Мы тут подрифтить там неплохо, как хорошо. В маленьких поворотах она может, а в больших, но тут нужно настраивать. Так. Ну а давайте тогда сделаем Остин Хелли для бездорожья. И тогда... Ну чё? Алло, игра. Понятно. Сделаем для бездорожья и закончим нашу серию. Он там называется как-то... Остин Хелли, вот он. Чё, посмотрим на класс. Как лягушка какая-то. Он очень маленький. Почему вот это чё-то висит в воздухе? Ух ты. Ха, нормально. Какой-то здесь Ай-4. Как? Рядная четвёрка или чё это? Рядная шестёрка. Не знаю, с виду... Да, рядная четвёрка. Ну, выглядит как. В принципе, прикольно. Гусядем. Заведёмся. Какая-то лягушка реально улыбающаяся. Ну, такой, знаете, медленный, размеренный движок. Ладно, погнали на ней тогда сейчас дрифтанём, что-нибудь сделаем, посмотрим её мощность. Ой, ну она реально набирает очень... Вот я... Смотрите. Полный тапок. Рыться просто. Ну да, подвесочка ещё прям мягкая. Ну, давайте посмотрим. Как вы думаете, она пойдёт в пляс? А, нет. Вопрос, сколько здесь лошадей? Да, она даже с ручника не идёт. Не, она вообще не дрифтит. Блин, не знаю, до сутки она за секунду, наверное, 8 едет. Попробуем до сутки разгонимся. Тормозим. Ну, тормоза нормальные. Блин, я бы что-то привык. Сразу на две переключаюсь передачи вперёд, потому что, ну, нейтралка как бы должна быть, а в Форзе нет нейтралки. Там свет, так, тормозим. Так, ну, давайте тогда её затюнем под бездорожье. Хотя, кстати, под что её можно сделать? Не знаю, не знаю. Я думаю, вряд ли просмотров много наберётся, вот под что её сделать. Ну, ладно, давайте, ладно, если что. Но я пока её сделаю под бездорожье, как я и сказал. А вы уже, если вам, ну, не нравится бездорожье, вы уже скажете винтажный состав шин. Не знаю. Так, ну, не будем такой, знаете, имповый делать. У нас есть сколько там денег? 65 тысяч. Вот эти посмотрим какие-нибудь катки. Ну, такие выглядят, знаете. Побольше, конечно, сделаем какой-нибудь 14-й радиус. Так, а с виду что мы можем сделать? Да, бампер уберём. Нам он не нужен. Да не, не нужно. Ну, вот эти тоже уберём клыки. Так, что по трансмиссии? Не, ну, конечно, полнопривод. Чё, по свапу движка? Ну, то много будет стоить. Турбинку. Сколько стоит? Да давайте нагнетатель. Карбюратор. 3200. Свечи. Глушак и распредвал. Он всегда добавляет мощности. Ну, и нагнетатель. Само собой. Ну, вот эти тоже много добавляют. Но не в данном случае, значит, брать не будем. Вот это возьмём. Маховик не будем. Давайте тогда тормоза нормальные поставим. О, для бездорожья. Управляемся, конечно. Каркас. Ну, и сбрасываем вес. Ну, короче. Смотрим. Не уберём, потому что ничего не добавляет. Ну, это тоже ничего не делает. Так. Ну, вот это ещё давайте подкупим. Ну, ещё что-то у нас есть на... на 2000. Ну, вот, 65 тысяч, короче. Мы, может быть, её под фулл протюнили без свапа движка. У нас, получается, она весит чуть меньше, чуть больше полтонны. У неё 220 лошадей. Боковые перегрузки на полтора. Наверное, G. Полтора G. Ну, и А738 класс. В принципе, А-класс... Ну, нормально. У нас сколько РХ было, кстати? По-моему, тоже порядка А-класс. 790, что ли. Ну, для А-класса она, кстати, хорошо едет. О, снежок пошёл. Ну, да. Форза уже лагает. Тут нам какие-то сыпят. Коробка вообще фаст. Скорострел просто. Ну, ого, валит. Ну, валит по бездорожью, узнает, но... Так, ну, ладно, давайте тогда заканчивать. На такой хорошей ноте. В нашем... Остин Хейлей. Тормозащий тоже знатно. Я даже не успела опомниться, как уже затормозил. Может, в принципе, тюнинг какой-нибудь сделать. Ну, кстати... Ну, нормально едет, нормально. Давайте тогда заканчивать. В следующей серии мы будем уже, наверное, заниматься всем. То есть и бездорожьем, и этим. Да, нужно будет сделать тачку именно для дрифта. Мы найдём... Может быть, и рыбку сделаем, но для гоночки что-нибудь найдём. Может быть, что-то... Ну, короче, начнём дальше развиваться. В принципе, мне кажется, идея очень знатная. Поддержите меня лайком. А дальше уже будет всё интереснее и интереснее. Ну, даже если вам не понравится, я всё равно буду снимать. Потому что мне деваться некуда. Нужно же какие-то видосы снимать. Ну, давайте. С вами был канал Мистер Рейсер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А всем удачи!